Время. Сколько мы даем выступающим делам? Три минуты, пять минут? Или от трех до пяти минут? Так что, если каждый из вас начнет по пять минут говорить, мы с вами уйдем. Ну, давай-ка, давай. Поэтому, вот, есть такое предложение от трех до пяти минут. Если вы поддерживаете, значит, как мы будем голосовать по этим вопросам? По каждому вопросу отдельности? Или же, значит, мы голосуем за все вопросы сразу? Все вопросы. Все вопросы. По каждому отдельности? Нет, я имею в виду, что за повестку дня, повестку дня утверждаем? Да. Утверждаем. Все. Возражение. Возражение не выступает. Переходим, значит, к следующему вопросу. Вопрос по госполкому. Дело в том, что нам все-таки нужно с вами договориться о том, что как будем мы с вами голосовать по вопросам. Значит, вообще-то, исходя из опыта, все буквально, будем говорить, отрасли науки, спорта, культуры и так далее, голосование везде происходит так, что голосуют по одному человеку от организации. Понимаете? Потому что, вот, допустим, как вот, приехал за речь четыре человека, вот, три голоса, значит, поднимают. Приехал еще какой-то уроки, два человека что-то. Давайте обсудим спокойно этот вопрос, как мы все-таки будем с вами голосовать. Первое. Второе. Как будем голосовать? Открытым голосованием поднимаем руки. Или, допустим, тем людям, которые будут голосовать за определенные кандидатуры, мы раздаем вот такие бумажки, вот такие бумажки, и каждый пишет ту фамилию. Потом, значит, подсчитываем эти голоса. То есть, сколько-то голосов у нас собрал. И, опять же, решение вопроса, как обычно, значит, люди, которые этим занимаются, они понимают, что решение вопроса может быть какое-то. Если за одного человека подали, значит, менее половины голосов, менее половины голосов, то он не упреждает. То есть, должно быть обязательно 50% в один голос. Но в некоторых организациях две трети голосов, учитывается избрание человека, если, допустим, только две трети проголосовали. Здесь тоже вот такое вот. Ну, чтобы не было потом каких-то там приватоков разговоров, мы с вами должны это обговорить. Давайте ваше предложение. И по количеству сразу, кто будет выступать, значит, по количеству исполкома. Как мы видим исполкома в нашем количестве? Наверное, все-таки нечетно. Это или пять, или семь человек, или девять человек, или три человека. Давайте подумаем насчет этого вопроса. Ваше предложение мы будем учить. Вы это узнаете, и раз, и должно быть сказано. Это не сказано. Не менее трех. А уже больше. Пять человек. Пять человек. Три человека. Возражение против количества пяти человек. Есть возражение против количества пяти человек? Нет. Никто не возражает. Тогда же, значит, мы с вами утвердили исполком пока в количестве пяти человек. Теперь кандидатуры. И второе, значит, если мы с вами сейчас кандидатуру обговариваем, то, кого вы видите в исполкоме, то, значит, эти кандидатуры, голосуем за каждую кандидатуру, или голосуем мы за список? За список. За весь список. За весь список. Давайте предлагайте кандидатуры и... Может, кому-то... Значит, будем участвовать. Да, ну, за весь список это понятно. А если нам сейчас предложат семь человек? Да. А мы пять договорились. Значит, это же тут как-то зависит, если не получится. Нет. Давайте, это самое, предлагайте, ребята. Извините, что я присел. Предлагайте кандидатуру. Кого вы увидите в черенах исполкома? Да, товарищ, а вот такое предложение. Может быть, отказывают какого-то региона, допустим, южный, там регион у нас, северный регион. Может быть, так как-то по-человечку. Потому что у нас... Ох, Ёрш, спалого, допустим, 100, вот так, вот так, вот так. Ну, да, да, да. Ну, где-то вот центральная часть, естественно, нижний Новгород. Значит, та часть, например, городец, Заволжий, там, да? Семенов, что там еще? В той стране. С этой стороны южная часть. То есть, может, вот так вот по-человечку. Вот как-то. Просто все равно какие-то у нас контакты есть, вот такие вот. Нам ближе, нам сюда ближе и так далее. Какой присоединок? Вы допустите сразу Голубева, допустите. С ногу дали. Игорь, на кто берешь? Нет, не буду. А у меня еще предложение. Старших, например, тоже. Ну, сейчас. Нет, ну, сейчас сначала с полгода. Ну, кто может за Александровну? Эдуард Михайловича. В Нижнем Новгороде. Пускай, да. Сейчас представлю. Эдуард Михайлович, главный район синагоги Нижегородской области. Эдуард Михайлович Шипра. Президент, вице-президент Федерации Бога, который нам тоже помогает. Людям, и, кстати, тоже надо обращаться. Эдуард Михайлович готов помочь. То есть чиновник вмешает им в местах. У кого-то какие-то есть проблемы. Всегда Эдуард Михайлович готов. Я советник губернатора, член общественной палаты, член главного управления, член главного МВД, и член главного управления Привозовского транспорта, милиции. Можно у вас, допустим, телефон взять? Без проблем, да. А у меня вот всегда проблема, когда мы с моим властью. Эдуард Михайлович Шипра. Андрей Николаевич, еще раз повторите фамилии и имя. Эдуард Михайлович Шипра. Эдуард. Эдуард Михайлович. Член общественной палаты нашей области. Общественная палата области очень мощная организация. Кандидатура еще молча. Георгий, Эдуард Михайлович. Так, от Кистова предложили Марфину. Марфину то есть. Да какой Марфин? Он предстоит маршин. Андрей Исадов, все поняли. Андрей Николаевич, от Кистова и Емельянов. Я бы не хотел слышать о других людях такие бы сказки Игорь, я тебе предложу, если бы ты бы сдал бы, ну а кого ты предлагаешь? Вон Комарова Давайте без вопросов, у нас еще нет никого, давайте не Емельяна, Емельяна Он депутатурный, понял? Потому что, Игорь, давайте вон будет район, давайте, кто у вас там? Я говорю, Комаров, Комаров Ну, пишите, Комаров, как звать? Нет, у меня же Емельяна, нет, нет Более грамотно, конечно Игорь, главное, чтобы вы не ругались, вот эти политические вот эти мотивы, знаете, с Емельяном там, вот, я вот за мир только, чтобы вы не ругались Игорь, я всегда говорю, если ты проводишь соревнования, у тебя самый класс соревнований, никто об этом не знает И никто не знает, что ты самый лучший, у тебя самый лучший соревнований, по телевизору я говорил, ты здесь не можешь, ну, как бы, личное отношение Самый лучший, значит, директор Федерации бокса Судаков вырос в другую точку зрения Мне было указано на это, Федерации бокса России Игорь, извините меня, что ты не поднимешься Нам нравится всем Всем нравится Адрея Атольевна, я Судакову звонил, он мне звонил Адрея Анатольевич, по записке Горбачева Тужерик, еще одна кандидатура Южный район Андрей Анатольевич, президент, можешь быть, Членович? Директор Федерации Адрея Анатольевич, Тужилина, запишите Адрея Анатольевич, Тужилина, запишите еще А из Васильевича Янского кого? Вознесенского Все, еж дара, еж дара А какой же? Я не могу Усколков Так, ну все, у нас 7, да? Нет, ну 7 человек у нас А может быть, и 7, и 8, и 6 Да, по большинству голосов А Жигин, Кудряшов Нет, Кудряшов тренирует Сполкова избрали, да? Нет, еще не избрали Один человек, что ли, что ли? Спасибо